Призывная кампания стартовала еще в августе. За это время через медицинские кабинеты Бобруйского военкомата прошло более 300 парней. Всего проверят более 800 личных дел. В первую очередь внимание обращают на состояние здоровья, биографию и спортивные разряды. 400, именно столько бобручан станут в строй вооруженных сил Беларуси этой осенью. Бобручане люди хорошие, они могут себя проявить везде, в любом роде войск. Так что стыдно нашим гражданам не будет за бобручан. Собеседование, регистрационные бланки, медицинские показания. Призывная комиссия подробно изучает каждый пункт досье новобранцев. Именно такой подход позволяет отправить будущих защитников Родины в те воинские формирования, где они смогут проявить себя с наилучшей стороны. Но о географии частей, в которых служат наши земляки, очень широкая. От Витебска до Бреста и от Могилева до Гродно. Одни охраняют государственную границу, вторые с честью носят голубые береты, третьи достойно служат во внутренних войсках. Есть, конечно, люди, которые пытаются кем-то уклониться, но их очень малый процент, по той простой причине, сейчас в этом нам планы и помогают работодатели. Они тоже стараются, чтобы человек отслужил в вооруженных силах или других воинских формированиях. Заинтересованы в стабильном, нормальном сотруднике, который выполнил свой долг перед Родиной и спокойно трудятся во благо экономики предприятия нашего города, нашей республики. Отправка вооружённой силы начнётся уже в ноябре. Армия – это настоящий мужской институт, в котором закаляется характер. Все без исключения призывники с пониманием относятся к своему гражданскому долгу. Моё отношение нейтральное заберут, пойду, отдам свой долг Родине. Конечно, настоящий мужчина должен служить в армии. Уже совсем скоро парни отправятся в воинские части. Там их ждёт курс молодого бойца, строевая и стрелковая подготовка. И долгожданная присяга, после которой они с гордостью станут носить звание защитников Родины. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.